Джамалдин Олегович, добрый день. На прошлой неделе было озвучено послание главы Республики Народному Собранию. Очень серьезный акцент был сделан на проблемах здравоохранения. Не секрет, что дагестанцы долгие годы предпочитают уезжать из Республики, чтобы лечиться, получать высококвалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Что сделать, чтобы переломить эту тенденцию? Как вернуть доверие к дагестанским врачам, чтобы и пациенты, и деньги оставались в Республике? Добрый день. Спасибо за вопрос. На самом деле запретить людям выезжать за пределы Дагестана мы не можем. И это не нужно делать. Побудить людей, чтобы они обращались в наши клиники, республиканские, к нашим докторам, конечно, можно и нужно. К примеру, в 2018 году у нас в Республике высокотехнологичную медицинскую помощь получили порядка 5000 пациентов. Это те люди, которые выбрали наши клиники, наших докторов и не выехали за пределы Республики, не выбрали федеральные лечебные учреждения. Но динамика есть, да, рост в этом плане? Да, безусловно. Если сравнительно к 2017 году, это на 30% увеличилось. Серьезный рост? Да, безусловно. Но при этом, конечно же, мы ожидаем, что на следующий год это будет порядка 7000. Но при этом сразу хочу оговориться о том, что мы не ставим себе задачи увеличения количественного отношения высокотехнологичной медицинской помощи и оказания. Мы ставим себе задачи и увеличение спектра высокотехнологичной медицинской помощи. Это говорит о том, что мы планируем внедрять и дополнительно другие аспекты по высокотехнологичной медицинской помощи. И в этом направлении мы работаем. Ну, наверное, и кадры возвращаются сюда, в Республику. Наши дагестанцы, которые работали где-то в регионах России. Безусловно, безусловно. И, кстати, они возвращаются очень активно. Они почувствовали, что они востребованы в нашей республике. И рядовые граждане, скорее всего, это ощущают. Почему? Потому что они раньше выезжали к нашим же землякам, которые работают в федеральных центрах, становились в очереди. Это дорожные расходы, это неудобство проживания и все остальное. А сейчас они практически эту же помощь получают. Здесь, касательно республиканских медицинских организаций, да уже и в городских медицинских организациях, работает очень много наших земляков, которые имеют и кандидатские, и докторские степени, огромный сталь работы, которые действительно федерального уровня доктора, которым со всей нашей страны и ездили, и лечились. Эти доктора сейчас возвращаются к нам и работают у нас. Наша задача создавать им условия определения для того, чтобы они могли действительно выполнять свои функции в полном объеме. Глава Дагестана много говорит об осовременивании, медицинских практик, новых подходах к работе, новых бережливых технологиях. Что делается в этом плане в Дагестане? Какие подходы будут практиковаться? На этот вопрос делает акцент и глава государства, и глава нашей республики. Действительно, мы все обратили внимание на то, что в своем послании очень огромное время и внимание было уделено именно социальной сфере, а в частности медицине. Конечно же, задачи перед нами стоят глобальные. Это увеличение профессиональной активности жизни, не только профессиональной активности, но и эффективной продолжительности жизни населения. Это снижение смертности, в том числе младенческой, материнской смертности. В этом направлении у нас определенная тенденция к снижению есть, но при этом, конечно же, для того, чтобы все поддержать и дальше, скажем так, к тем цифрам, которые мы для себя определили, хотя жизнь людей нельзя, конечно, цифрами обозначать, мы и по материально-техническому обеспечению, и по внедрению новых технологий, я уже чуть выше коснулся по высокотехнологичной медицинской помощи, не могу не говорить, раньше, в пожилом возрасте, если перелом головки бедра, люди были прикованы к постели. Фактически приговор, да? Да, абсолютно. А сейчас, мы вот сейчас уже проводим именно высокотехнологичные медицинские операции, у нас в республике люди становятся на ноги, то есть они уже не нуждаются в посторонной помощи. Касательно, что мы внедряем, в том числе, не секрет, и уже и глава республики говорил, по бережливым технологиям, которыми уже внедрили по двум нашим детским медицинским организациям, первой и четвертой, поликлиники. Это сокращение очередей тоже? Безусловно, и это сокращение очередей. Это, конечно же, нервозность, безусловно, и в том числе и пациентов, и докторов. Снимается. Да, контакт доктора с пациентом увеличивается по времени. Значит, мы даже вот в двух наших поликлиниках, и даже по времени, если говорить, на процентов 80 снизили очереди по... Ожидание. Да, ожидание очереди по сдаче анализов. Конечно, у нас в республике, если так в целом говорить, ни одной типовой поликлиники нет. Но с минимальными затратами нам удалось, распределяя и очереди, и, естественно, обозначая людям конкретное время прибытия на прием к доктору, и дальше по регистраторе, здоровье пациенты, значит, направление... Ну, те, которые пришли за справками, в другое направление. Естественно, по пациентам... Круг учреждений, где это будет внедряться, будет расширяться? Безусловно. Конечно же, мы не только по поликлиникам пойдем таким путем. Кстати, это совместная работа Министерства здравоохранения и Госкорпорации «Росатом». Коллеги нам помогают. Будем по поликлиникам внедрять эти технологии. У нас, более того, есть задумки, и мы в этом направлении будем работать, что и как бережливый стационар. И в этом направлении надо идти, чтобы действительно люди, которые приходят на плановые ли пациенты, но в основном это в планах будет касаться, чтобы вовремя диагностику провести, сократить койку дни и выигрывать и стационар, и пациент. Вовремя получить соответствующую помощь и выписывать за пациент и идёт к себе домой. Ну, элементы новых технологий, я вас уже внизу там увидел на входе в Минздрав, там такой монитор висит, где каждый может написать мнение о своём работе. Это не только в аппарате Минздрава, и по медицинским организациям ставится задача, что, конечно, у нас много проблем, как и в любой другой сфере, но в медицине это более ощутимо, но это и понятно. И, следовательно, нам нужно быть на связи с пациентом, с нашими гражданами, знать, что думают, как, а иной раз, может быть, действительно, что-то мы упускаем. Это очень важно, иметь обратную связь. Недавно у нас в Кассавюрте произошло очередное массовое отравление людей по причине употребления некачественной воды. Насколько вообще наша медицина готова к таким чрезвычайным ситуациям? Что показал этот опыт? Касательно Министерства здравоохранения, мы готовы к таким вызовам. Мы сегодня обеспечены всем необходимым, и как раз там сейчас работает и первый мой заместитель, работает начальник отдела по оказанию помощи, там уже не один день. Мы сегодня имеем динамику на снижение. При этом, конечно же, надо разбираться в причинах возникновения таких вспышек. И лучше проколактировать, а не допускать, чем потом уже заниматься в таком режиме готовым. И в том числе и в федеральные центры было обращение по поводу поддержки нас, с вакцинопрепаратами и все остальное. В этом плане мы готовы. Много говорится о национальном проекте здравоохранения, который стартовал по всей стране в январе. Насколько наша республика готова к его реализации? Что конкретно будет предприниматься? Республика наша принимает участие в семи направлениях национальных проектов по здравоохранению. Это развитие первичной медико-санитарной помощи, это по сердечно-сосудистым заболеваниям, это борьба с онкологическими заболеваниями, это цифровизация медицины, это подготовка кадров медицинских, это медицинский туризм, если так вот более предметно говорить, это экспорт медицинских услуг. По всем этим направлениям мы включили эту работу, и эта работа идет. И мало того, скажу, что по всем этим направлениям мы что ожидаем? И к чему мы готовы? Мы готовы к тому, что наши медицинские организации по этим направлениям будут уже оснащаются и материально-технические, кадровые составляющие. Если говорить про онкологию примерно, вот сейчас... Ну, концентр строится. Ну, концентр строится. Мы дополнительно планируем там и МРТ здание построить. Это пока, ну, по крайней мере, проектно-смитная документация в этом направлении готовится. По мотивно-техническому обеспечению у нас очень хорошая помощь будет оказана и в том числе федеральным центром, правда, там и софинансирование республиканское идет, и в этом плане тоже есть понимание и поддержка. В целом, по всем направлениям мы готовы. И по подготовке кадров, в том числе сейчас дополнительно дано указание, например, к медицинским организациям по переподготовке онкологов, повышение квалификации. То есть мы не идем таким образом, что завтра получим медицинское оборудование, при этом мы не готовим. А которым никому будет работать. То есть нам надо параллельно, и когда мы говорим, кстати, когда мы говорим о высокотехнологичной медицинской помощи, мы же себе не ставим задачу, чтобы количество отношений увеличить только ВМП. Конечно, если мы не будем обращать внимание на первичную звену на развитие, скажем, ферческих, кущерских пунктов, ферческих пунктов, врачебных амбулаторий, районных поликлиник, больниц в районах, тогда, конечно, только будем заниматься ВМП. Надо просто параллельно развивать, и, естественно, спектр во всех этих направлениях брать шире. То есть наши возможности это будут позволять. Потенциалом мы обладаем. Как чуть выше мы говорили, что мы по Северному Капказу, по наличию грамотных, профессионально подготовленных кадров, все-таки находимся в преимущественном положении. И наши кадры ценятся, которые работают и здесь, и за пределами нашей республики. По материально-техническому обеспечению и глава в своем послании акцентировала внимание на том, что никогда такого не было. 70 корын скорой медицинской помощи за счет регионального бюджета, 50 филографических установок. Буквально сейчас... То есть речь идет о массовом обновлении. Безусловно. Многие годы не обращали внимания на капитальный ремонт медицинских организаций. Многие годы, даже десятилетия. Это бросалось в глаза, да. Сейчас, вот на пересмотр бюджета, буквально вчера, да, и это было поддержано и главой республики, и председателем правительства, какое внимание, 200 с лишним миллионов только на капитальный ремонт. Более 300 миллионов дополнительных с республиканского бюджета сейчас будут выделены на оснащение медицинским оборудованием. Конечно, не хватает. Но, с другой стороны, такого внимания не было. А наша задача, все вот эти вот средства, которые выделяются в сферу здравоохранения, во-первых, целевое их использование, эффективное, рациональное и, конечно, ко всему относиться к каждому рублю, соответственно, чтобы это было по назначению и экономно. Деньги, наверное, везде есть, но их не хватает ни к кому, но когда их, они есть, ими надо пользоваться таким образом, чтобы они пошли по назначению. Это важно очень. Спасибо. Спасибо за беседу. Успехов вам во всех начинаниях. Спасибо вам. Спасибо.